Смотрите, какой классный вид. Просто здорово. Это наша красавица Алани. Она потрясающая просто. Многие говорят, ой, Турция, как-то один человек рассуждал, что в Турцию едут те, у кого даже на Крым не хватает денег. Ну что за глупости? Здесь такая красивая страна. Здесь столько достопримечательностей. Здесь такое замечательное море. И еще один человек в интернете высказался, что Турция и Египет – это пустыня. Посмотрите на пустыню. Ну какая же это пустыня? Ну как можно в наш современный век интернета, когда можно залезть и посмотреть, что это за страна Турции, даже то же самое видео можно на Ютубе найти, говорить такие глупости. Здесь не пустыня, здесь зелье, здесь красиво. Каждое место красиво по-своему. Египет по-своему, Турция по-своему, Крым по-своему. Но Турция – это страна, которая достойна того, чтобы ее посетили. Причем Турция, она не вся одинаковая. Разные места, разная культура, разная еда, кухня, разные костюмы, танцы, песни. То есть у них нет такого общего национального. Очень-очень вся страна разная. Поэтому Алания – это что-то одно свое. Алания более такое европезированное, потому что здесь именно за счет туристов, то есть здесь как бы традиции немножко разбавлены европейской свободой. Есть, конечно, более сдержанные города, такие как Конья. И вот если Анкару брать, то там все вперемешку. Но большинство, как я ее видела, там европезированный город. Точно так же, как Стамбул, там две части. Одна часть европейская, одна азиатская. То есть настолько колоритная страна, очень колоритная. И ее просто обязательно стоит посетить в своей жизни. Но, наверное, не зря столько людей. Вы знаете, что я заметила в этом году? Наша Алания стала как маленький, маленький мир. Потому что здесь столько национальностей разных прибавилось. Каждый год открывают новые направления. Все больше и больше людей сюда едут, Аланию обновляют и делают удобно для всех, даже для инвалидов. Здесь очень удобно, и скаты везде. Даже во многих магазинах есть такие сидения, которые по перилам поднимаются. Вот садится человек или в кафе, вот на второй этаж он хочет подняться. Во многих кафе есть. Показываю вам нашу красоту. Вон маяк. Поэтому Турция та страна, которую стоит посетить. У нас в этом году здесь просто, ну, я говорю, маленький мир. Все национальности, практически все, только китайцев и японцев не видела. Остальные все, даже австралийцы сюда добираются. Даже те же испанцы, у которых есть свое море, они все равно к ним едут отдыхать, а они едут отдыхать сюда и покупают здесь квартиры. Ну, потому что это стоит того. У меня есть знакомые, которые и в Испании постоянно отдыхали, и в Италии. И в итоге они купили квартиру здесь и живут сейчас здесь. Потому что они сказали, сочетание климата, возможностей, инфраструктуры, красоты, удобств, здесь им показалось наиболее идеальным. То есть наиболее, я бы даже сказала, не идеальным, а правильная фраза будет наиболее сбалансированным. То есть здесь жить удобно, ненапряжно. И знаете, когда приезжает только... Вот я вам иду, все по дороге рассказываю, рассказываю. И показываю вам эту красоту. То есть в каждый вот этот вот проемчик, что здесь можно увидеть. То есть здесь настолько жизненапряжное, когда вот вы, туристы наши любимые, замечательные, приезжаете, вы все время такие напряженные, вы все время какие-то чековы-то подвоха ждете. У вас такие напряженные лица, но когда проходит там буквально вот дня 3-4, и после этого на вас смотришь, вот те люди, которые уже там недельку отдыхают, вы тоже включаетесь вот в этот наш ритм неторопливости, и вы уже намного спокойнее, вы можете спокойно реагировать на какие-то прекрасные, вы улыбаетесь, у вас сияют глаза. Это так приятно видеть. Видите дома? Здесь очень дорогие дома, особенно Антика, очень дорогие. Турция, хотя они, вот-вот мы вам вилла, она у меня, вот та вилла, мы, по-моему, проходили, вот она у меня есть, вот да, та дорога, мы спускались наверху, где я про крепость рассказывала, она есть. Поэтому Турция страна достойная того, чтобы вы сюда приехали и здесь отдохнули, и она действительно готова встречать вас так, чтобы у вас остались хорошие впечатления, и вам было максимально, максимально удобно и комфортно отдыхать. На этом я с вами прощаюсь, сейчас буду спускаться вниз, забирать своего ребенка. Мы с вами сегодня здорово погуляли, здорово поболтали, я так с вами хорошо отдохнула. И всегда, когда я снимаю видео, мы с вами вот ходим, изучаем Турцию, изучаем нашу Аланию, получаю огромное-огромное удовольствие. Надеюсь, что вам тоже это нравится, но мне хотелось бы от вас большей активности касательно комментариев. Я бы очень вас просила побольше высказывать свое мнение, свои какие-то пожелания, свои видения того, что еще и как можно снять. Но будьте активнее. На этом я с вами прощаюсь, всем пока-пока, было с вами очень интересно, здорово. Надеюсь, и вам тоже было со мной интересно, здорово, и до новых встреч.